Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна. И сегодня мы с вами будем готовить очень интересный салат, который будет состоять из арбуза и курицы. Практически несочетаемые ингредиенты будут нами сегодня соединены во вкуснейший салат. Готовьте вместе с нами, и вы это узнаете. Наш салат мы начнем с куриной грудки. Лучше взять куриную грудку, очищенную от кожи. Затем ее порезать аккуратно на практически ровные кубики. После того, как мы порезали нашу грудку на кубики, переходим к приготовлению маринада. Для этого нам потребуется 2 столовые ложки меда. В нашем случае это свежеоткачанный мед этого года. Если у вас мед засахаренный, то можно его предварительно растопить на водяной бане. Также для маринада нам потребуется 2 столовые ложки соевого соуса. Не забываем про 2 столовые ложки масла. Лучше, конечно, взять оливковое масло. Если его не найдется, то можно воспользоваться любым другим растительным маслом. Также нам потребуется щепотка куркумы, щепотка соли, щепотка сахара и сок половины лимона. Ингредиенты нашего маринада перемешиваем, для того, чтобы они растворили друг друга. И затем помещаем в этот маринад нарезанную грудку. После того, как мы поместили куриную грудку в маринад, мы отставляем ее на маринование и приступаем к арбузу. Арбуз разрезаем на 4 части. Возьмем среднего размера арбуз, килограммы на 3. В нашем случае это потенциальный новый белорусский сорт, который мы готовим к сортопередаче. Делим его на 4 части. Очищаем от кожуры и от семечек. После того, как мы закончили очищать арбуз от кожуры и от семечек, самое время отправить курицу на сковородку. Она уже замариновалась. Курицу будем обжаривать на среднем огне в течение 10 минут. А пока нарежем арбуз кубиками. Наша курица готова. Мы возьмем и вместе с соусом поместим ее в салатник. Она такого прекрасного золотистого цвета с карамельным вкусом. Также мы помещаем в наш салатник нарезанный арбуз. Дополнительных соусов добавлять не нужно, поскольку все ингредиенты данного салата сами по себе уже сочные. Помимо этого, можно усилить аромат, так же как и вкус нашего салата, добавлением базилика. У нас есть базилик и крупно-листовой, и мелко-листовой. Мы возьмем и того, и другого. В оригинальном рецепте этого ингредиента нет, но я люблю добавлять в салат соленый арахис. Для совсем полного и раскрытого вкуса. На этом наш салат готов. Можем его охладить, можем не охлаждать. Все зависит от того, какой арбуз вы привыкли есть. Холодный или теплый. И бон аппетит! Если вы хотите получать от нас вкусные, полезные и яркие рецепты, оставайтесь на канале Про Цветок. Всего вам доброго! Ставьте лайки! И до новых встреч!